Сегодня мы уже говорили во время наших экскурсий на ряд вопросов, близких, затрагивающих эту тематику. Ну а сейчас я хотел бы предоставить слово настоящему специалисту, человеку, который более детально, более ярко сможет нам рассказать о многих спорных, очень важных, очень интересных вопросах по данной теме. Дмитрий Викторович, вы нас слышите? Да, добрый день, я вас слышу. Вам слово тогда. Спасибо за внимание. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов Зимней Школы за возможность выступить по такой очень важной и, как показывают последние события в исторической памяти, очень актуальной теме. С конца июня 1941 и до декабря 1942 года Германия при содействии ее европейских союзников захватила около 9% советской территории. Это 1,9 миллионов квадратных километров, куда до войны входили Белорусская Советская Социалистическая Республика, Украинская, Молдавская, Прибалтийские республики, а также ряд западных областей России, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Здесь до войны проживало от 85 до 88 миллионов человек. То есть около 44,5% населения Советского Союза. Это была самая густонаселенная и самая индустриально промышленно развитая территория Советского Союза. Здесь производилось до войны 33% промышленной продукции. Находилось 47% всех пахотных земель. Оккупационная политика Германии на этой территории осуществлялась в соответствии с преступными целями и планами, которые намеревалось осуществить ее высшее руководство в войне против Советского Союза. Отмечу сразу же, что эти планы установления нацистского так называемого нового порядка на оккупированной советской земле разрабатывались заранее до перехода к военной агрессии. И в этом заключалось одно из коренных отличий этих планов. Планы по эксплуатации захваченной западноевропейской территории разрабатывались лишь после того, как была закончена их военная оккупация. Гитлер в своих речах перед командованием Вермахта зимой и весной 41-го года заявлял, что предстоящая война против СССР будет полной противоположностью нормальной войне на Западе и Севере Европы. И что он подразумевает ввиду тотальное разрушение России как государства. Пытаясь подвести идейную платформу под эти замыслы, Гитлер объявлял, что война против СССР будет войной двух идеологий с уничтожающим приговором большевизма. И поэтому вести ее надо с применением жесточайшего насилия. В этом заключалось второе коренное отличие гитлеровской войны против Советского Союза от любых других воин, которые вел Вермахт до того. Высшее командование Вермахта разделяло гитлеровскую установку на ведение войны на уничтожение против СССР. Весной 1941 года высшее командование Вермахта разослало целый ряд приказов и распоряжений, в которых предписывалось безжалостно истреблять не только красноармейцев, но и мирных советских граждан. 28 апреля 1941 года командующий сухопутными войсками Браухич издал приказ о порядке использования полиции безопасности ИСД в соединениях сухопутных войск. В нем военачальникам групп армии, предназначенных для нападения на Советский Союз, предписывалось тесно сотрудничать со сформированными в Германии для осуществления террора против местного населения четырьмя инзацгруппами. Инзацгруппы СД, каждая из них насчитывала от 800 до 1200 офицеров СС, служащих Главного управления имперской безопасности. И каждая инзацгруппа разделялась на инзацкоманды, а самым мелким формированием были ТЭЛ-команды. Итак, 13 мая 1941 года начальник штаба ОКВ, генерал Вильгельм Кейтель, подписал подготовленное его штабом распоряжение о военной подсудности в районе Барбаросса и особых полномочий. Согласно этому распоряжению, немецкие солдаты и офицеры заранее были освобождены от любой ответственности за будущие преступления на оккупированной Советской территории. От них требовалось быть безжалостными по отношению также и к мирным советским гражданам, чинить над ними расправу без суда и следствия в случае проявления враждебности или неповиновения. 19 мая 1941 года штаб ОКВ издал руководящие указания о поведении войск в России. В них немецким солдатам предписывалось прибегать к беспощадным и решительным действиям против большевистских подстрекателей, партизан, саботажников, евреев и подавлять любую попытку активного или пассивного сопротивления. 6 июня 1941 года штаб ОКВ на основе проекта, подготовленного генштабом сухопутных войск, выпустил инструкцию об обращении с политическими комиссарами, более известную как «Приказ о комиссарах». В ней от солдат вермахта требовалось немедленно расправляться с попавшими в плен политработниками Красной Армии. После начала вторжения вермахта на территорию СССР Гитлер объявил о своем решении расширить границы Третьего Рейха на востоке вплоть до Уральских гор. За Уралом владения Германии должны были бы простираться вплоть до Омска. Территорию к востоку от Омска он был готов передать союзной Японии в качестве платы за вступление в войну против СССР. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер после начала войны на востоке, как они называли эту агрессию, возглавил работу над так называемым генеральным планом Омска. Этот план сейчас переведен, этот план сейчас, точнее сказать, восстановлен по черновикам, переведен группой немецких историков и каждый имеет возможность с ним ознакомиться. В большинстве своем этот план представляет собой расчеты, сколько необходимо автомобилей, фонарных столбов, угодий и прочего для немецких полонистов, которые будут жить на советской территории. И лишь в самом конце одной небольшой строчки там прописывалось, что советского населения должно остаться около одной трети от его довоенной числи. Согласно этому и другим планам, которые были разработаны в апреле 1942 года, намечалось изгнать с родной земли или уничтожить до 51 миллиона поляков, прибалтов, украинцев и чехов. В этом плане содержится, как и во многих нацистских документах, эвфемизм, как, например, изгнать, переместить, переселить. Но мы должны четко понимать, что под этим имеется в виду выселение в непригодные для жизни условия, то есть обречение на фактическую смерть этих людей. Итак, территорию России планировалось превратить в колонию для Германии, а ее население искоренить или изгнать за Урал. В кратчайшие сроки намеревалось заселить немцами Ленинградскую, Херсонскую, Белостокскую области, Крым и Западную Литву. Разработчики генерального плана ОСТИ сходили из положения, что без полного уничтожения или ослабления разными способами биологической силы русского народа, это все эвфемизмы из документа, установить германское господство в Европе будет невозможно. Поэтому необходимо разгромить русских как народ, разобщить их. Нацистам не удалось осуществить план уничтожения Советского Союза, но за время оккупации части его территории они совершили бесчисленные, невиданные по своей жестокости во всей истории войн, преступления и злодеяния. Все потому, что эта война изначально задумывалась как расово-идеологическая, преступная. Изначально любые служащие Третьего Рейха получали полный карт-бланш на любые бесчинства на Советской земле. В первых же дней нацистские захватчики приступили к уничтожению мирного населения. Особенно свирепствовали НЗАС-группы СД. Следуя за наступавшими вглубь страны войсками вермахта, они до середины ноября 1943 года уничтожили более 300 тысяч человек. Управление гражданским населением в Латвии, Литве, Эстонии, части Белоруссии и Ленинградской области было передано в так называемый Рейхскомиссариат Осклам, который возглавлял Генрих Лоза. Основная часть Советской Украины и часть Белоруссии были включены в состав Рейхскомиссариата Украина во главе с гауляйтером Эрихом Кохом. Часть украинской территории в Львовской, Дорогобыческой, Станиславской и Тернопольской области были переданы в состав генерал-губернаторства Германской империи. То есть административного образования, созданного на территории оккупированной Польши, той, которая не была включена в состав Германии. Вся территория, оккупированная гитлеровцами от Москвы до Минска и от предместия Ленинграда до Кавказа была разделена на районы, которыми управляли военные коменданты. Это была тыловая армейская зона, в отличие от Рейхскомиссариатов, которые считались административной или административно-политической. Итак, вся эта территория от Москвы до Минска и от предместия Ленинграда до Кавказа была разделена на военные комиссариаты, которые носили название «Корюк» от немецкого команданта Рюквартигенгибайца. Опорными пунктами оккупантов здесь были комендатуры, которые были сформированы из служащих НЗАЦ-групп после того, как они отчитались Гиммлеру об уничтожении всех евреев и комиссаров на советской земле. А к началу 1942 года эта цифра составила около 140 тысяч человек. На запад и север от Минска, как я уже говорил, вдоль границ генерала-губернаторства простирался Рейхскомиссариат Ослан и южнее Рейхскомиссариат Украины. Следует особо оговориться о том, что в оперативном тылу Вермахта безопасность, в том числе и от советских партизан, обеспечивали охранные дивизии Вермахта, а также войска европейских союзников Германии. О численности этих охранных войск можно судить на основании следующих данных. По состоянию на 2 октября 1941 года в распоряжении начальника тылового района группы армий Центра Максимилиана фон Шенкендорфа находились 707-я и 339-я пехотные дивизии, кавалерийская бригада СС, 221-я, 286-я и 403-я охранные дивизии. То есть 5 дивизий и 1 кавалерийская бригада. Каждая из этих 5 дивизий имела численность от 8 до 9 тысяч человек. В каждой из этих дивизий имелись моторизованные и артиллерийские подразделения для того, чтобы уничтожать партизан, для того, чтобы уничтожать сельские населенные пункты, которые заподозрены в помощь партизанам. Но этих сил было явно недостаточно, чтобы противостоять советским партизанам, которые разворачивали активную борьбу. И уже к февралю 1942 года количество охранных дивизий во всем оперативном тылу вермахта было увеличено с 9 до 3, с 9 до 12. Таким образом, за полгода войны численность оккупационных войск против партизан увеличилась на 3. Все чаще для борьбы с партизанами, а также для уничтожения деревень и сел за подозренных в связях с партизанами использовались полевые войска. Весной 1942 года в борьбе против партизан участвовали, помимо охранных дивизий и полицейских батальонов, около 22 полевых дивизий. Как мы видим, охранные дивизии не справлялись с размахом советской партизанской борьбы. Партизаны за все время войны отвлекли на себя до 10% действовавших против СССР немецких войск. На территории Рейхскомиссариатов, как мы помним, Остланд и Украина, безопасность оккупантов обеспечивалась силами СС. Разного рода полицейскими службами, дивизиями, батальонами, а также специализированной антипартизанской бригадой, а впоследствии дивизии СС, названной по имени ее командира Оскара Дирливангера. Это была дивизия, набранная из уголовников, из преступников-рецидивистов, которым было нечего терять и которые отличались крайней жестокостью по отношению к мирному населению. На всем протяжении войны Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер боролся за расширение своих полномочий по обеспечению безопасности, за то, чтобы выйти за пределы Рейхскомиссариатов и также начать карательные акции на территории оперативного тыла вермахта. Поэтому на оккупированной территории РСФСР преступления, о которых говорится в сборнике бессрока давности, о них вам расскажут далее, творили как армейские, так и эсэсовские формирования, в том числе и из числа советских коллаборантов. В том числе одна из наиболее известных из них – это так называемая русская освободительная народная армия Бронислава Каменского. Жертвами этих преступлений стали миллионы советских людей. В одной только Белорусской ССР оккупантами и их пособниками было уничтожено 9097 деревень, из которых 5000 не возродились. Многие деревни уничтожались по нескольку раз, естественно, вместе с населением. По РСФСР такая статистика не велась, но сегодня, когда архивные материалы стали открыты, более доступны, мы имеем возможность создать аналогичную белорусской базу данных по уничтоженным населенным пунктам. Эту работу сейчас ведет Российская Белорусская Ассоциация Историков Союзной Инициативы Памяти и Согласия, Государственный Академический Университет Гуманитарных Наук и Фонд Содействия Историческим Исследованиям «Историческая память». В административном плане все оккупированные гитлеровцами земли делились на округа, вогламбивая с обербургомистами, уезды или районы под началом бургомистров, волости со старшинами и сельские или деревенские, которым подчинялись сельские или деревенские старцы. На каждом из этих уровней из предателей формировались и местные полицейские службы. Об этом вы можете прочитать подробнее в книге Дмитрия Жукова и Ивана Ковтона «Полицай», которая вышла буквально несколько лет назад. Все они, все эти оккупационные службы и службы, набранные из пособников оккупантов, следили за соблюдением оккупационного режима, главными целями которого были грабеж и массовое уничтожение советского населения. Это был грабеж материальных ценностей, сырья, экономическими командами Геринга. Это был грабеж культурных ценностей, служащими особого штаба Рейхслейта Розенберг. Это был грабеж продовольствия, согласно плану голода, наицисского министра сельского хозяйства Герберта Баккера. Все вместе они создавали невыносимые для жизни условия, которые приводили к смерти, если не от пули, газа или виселицы, то от отсутствия элементарных санитарно-бытовых условий и продовольствия. Но нацисты вывозили не только сырье, ценности, продовольствие или скот. Вывозили нацисты и население на непосильные работы, в рабство, в Германию или другие оккупированные ими территории. Этим занимался генеральный уполномоченный Фрид Залкер. Если в январе-марте 1942 года ежемесячно с советской территории вывозилось около 40 тысяч человек, то с апреля по декабрь 1942 года уже 224 тысячи человек. Из одной только Московской области на работу в Германию было угнано более трех тысяч человек. С Брянщины около 150 тысяч человек. Из Орловской области около 56 с половиной тысяч человек. Из Смоленской почти 82 тысячи. Из Ленинградской более 250 тысяч человек. Все они направлялись на работы в сельское хозяйство или на заводы, жили в ужасных, точнее сказать, скотских условиях, зачастую рядом с тем скотом, за которым они приглядывали. В северных районах Белоруссии набраны из прибалтов полицейские батальоны, которые занимались безопасностью, скажем так, на севере Рыск-Миссариата Остон, нередко устраивали настоящие рейды за невольниками по северо-белорусским землям. И эти невольники затем продавались немецким фермерам, немецким колонистам, которые проживали здесь. Но труд советских невольников был малопроизводительным не только из-за физического истощения, заболеваемости и перенесенных лишений. Многие из них нарочно саботировали. О том, что представляли условия их жизни, вы можете прочитать в записке Кати Сусани, которая была обнаружена и опубликована в годы Великой Отечественной войны в газете «Комсомольское право». Территория между рекой Пруд и Южный Бух была занята румынскими войсками, которые также участвовали в оккупации Советского Союза. Отдельные формирования венгерских войск также находились на охранной службе в вермахте. А также Карелия, которая была оккупирована Финляндией. Там проводилась политика финнизации коренного населения. Была создана система концлагерей, в которых под строжайшей охраной содержались тысячи советских граждан. Политика там носила название «зона вакуума». То есть все граждане Советского Союза, которые финнам казались некоренными на данной территории, из некоренных народов Карелии, были согнаны в концлагеря, где находились под открытым небом, ну в лучшем случае в каких-то наспех сколоченных бараках, независимо от пола и возраста. Если человек был русским на территории Карелии, оккупированной Финляндии, этого уже было достаточно, чтобы его бросить в такой концлагерей. Поэтому неудивительно, что в первые же дни Великой Отечественной войны в ответ на бесчинство, творимое оккупантами в тылу немецко-фашистских войск, я уверен, что это определение немецко-фашистские до сих пор сохраняет свою актуальность, потому что мы воевали не только против Германии, но против ЦРО и целого конгломерата народов и стран. Против них в тылу развернулась борьба. В современной историографии выделяют три вида организованного сопротивления на оккупированной ими территории. Это партизанские отряды, диверсионно-разведывательные группы и подпольные организации. Партизанские формирования, отряды, бригады, дивизии, это крупные вооруженные формирования примерно постоянного численного состава, которые длительное время находятся в тугу противника. Как правило, они базируются в лесистой местности и почти всегда имеют связь с местным населением, которое снабжает их продовольствием. В большинстве своими партизанские отряды формировали свой личный состав из числа местных жителей. Они занимались широким спектром разведывательно-диверсионной и боевой работы, нередко вступали в крупные боестолкновения с серьезными войсками противника. Примером здесь может служить первая украинская дивизия КАВПК. Разведывательно-диверсионные группы или диверсанты – это небольшие группы от нескольких человек до одной роты, которые заранее прошли подготовку в советском ТОЛО. Они отправлялись через линию фронта для выполнения одной или нескольких задач и по ее возвращении снова пересекали линию фронта, прибывая на свою базу. Ну, самым ярким примером здесь может служить группа Зои Космодемьянской. Такая форма зафронтовой борьбы была характерна, например, для территории советской Карелии, оккупированной финскими войсками. Это объяснялось тем, что, как я уже говорил, все некоренное, по мнению финнов, население было отправлено в концлагеря, а оставшиеся представители так называемых коренных народов, получившие в свои руки чужое имущество, хоронили лояльность к украинам. Да и укрыться, разбить долговременный лагерь в Карелии особо не к. В отличие от лесистых районов Центральной России, Белоруссии или Украины. Третий вид сопротивления, подпольная борьба, характерна была для городских условий. В ядро каждой подпольной группы, как правило, входило не более нескольких десятков человек. Подпольные группы, сформировавшиеся в городах, занимались саботажем и агитацией, срывали попытки гитлеровцев угнать местное население, расклеивали листовки, в которых приводили достоверную информацию по положению на фронте, призывали людей к борьбе, к неповиновению оккупантов. Наиболее известные и яркие примеры – это молодая гвардия и Сеченская интернациональная подполь. Согласно советской предвоенной доктрине, в случае агрессии врага надлежало разгромить в ходе решительного контрнаступления на его собственную территорию. Многие военачальники, которые занимались вопросом взаимодействия регулярных войск с партизанами, были в 30-х годах необоснованно репрессированы, а скрытые базы, которые заблаговременно создавались в западных районах СССР на случай будущей возможной войны, были ликвидированы. Германское командование предполагало вероятность сопротивления советских людей на оккупированной вермахтной территории, но лишь в незначительном ограниченном масштабе считало, что возможно такое сопротивление, как оно и было в Европе. Однако уже через неделю после начала операции «Барбаросса» гитлеровское руководство стало осознавать, что оно просчиталось, и что для проблемы усмирения тылового района одних охранных дивизий будет мало, и придется снимать с фронта боевые дивизии, о чем я уже проговорил выше. В Берлине возглагали надежды на то, что сломить сопротивление советских людей удастся усилением террора, начальник штаба верховного командования вермахта Кейтель 16 сентября 1941 года издал приказ, согласно которому за покушение на одного немца предписывалось брать заложники и уничтожать способом, усиливающим устрашающее воздействие «От 50 до 100 мужчин и женщин из числа местных жизней». Но и эти меры показались оккупантам недостаточно, изощренными и жестокими. И они приступили к психологическому давлению. Так, 7 декабря 1941 года снова высшее военное командование издает новый приказ. Он называется «Мрак от ума». В сопроводительном письме к нему Кейтель писал «Действенное и последовательное устрашение может быть достигнуто только смертными казнями или же мероприятиями, оставляющими в неведении о судьбе преступленов его семьи и населения. Но и этого оккупантам показалось мало. Советская борьба против них набирала обороты. И 12 января 1942 года рейс-министр по делам оккупированных восточных территориях Розенберг создал чрезвычайные суды. Такие суды состояли из офицера СС или полиции. Мы помним, что полиции, все полицейские в Третьем рейхе имели дублирующие их государственные звания, также звание в СС. Итак, такой суд состоял из офицера полиции или СС и двоих его подчиненных. Эта тройка имела право выносить любые приговоры и тут же исполнять их, переводить их в исполнение. Никакого расследования, никаких апелляций, ничего этого не было. Сплошной произвол. Одновременно захватчики использовали метод кнута и пряника, тщательно скрывая свои замыслы превращения СССР в колонию Третьего рейха и массовое уничтожение его населения. Они вели пропаганду о том, что Германия ведет войну якобы против большевистской власти в неких освободительных целях. На некоторых граждан эта пропаганда возымела действие, да и потом условия жизни, которые я описал выше, были очень и очень жестокими. Поэтому к началу 1942 года на службу к оккупантам в качестве полицаев, сельских старост и мелких чиновников поступило более 60 400 человек. Вы можете сравнить эту цифру с числом населения, проживавшего на этой оккупированной территории. о которой я уже говорил, это где-то 85-88 миллионов человек. Из них только 60,5-50 человек пошли на службу к оккупанам. Опять же, это административная форма коллаборации, это невооруженное сотрудничество с врагом. Большинство населения презирало коллаборантов из числа своих сограждан и относилось к ним так же, как к захватчикам. Но в начале оккупации возможности для сопротивления врагу были крайне незначительными. У людей просто не было орудия. К тому же большинство ставшегося под игом захватчиков населения составляли женщины, дети, подростки и престарелые мужчины, которые не подлежали призыву в Красную Арку. Чтобы выжить, они были вынуждены подчиниться оккупантам и их пособникам. Но их ненависть к врагу была не меньше, чем у советских людей, оставшихся в Советском ТОЛ. Часть населения вступала в создававшиеся коммунистами в городах и поселках подпольные организации. Или же, раздобыв оружие, уходила в леса партизанин. Многие люди делали это, исходя из своих моральных и политических убеждений, стараясь исполнить свой патриотический долг перед Родиной и продолжить борьбу против бесчеловечного нацистского нового порядка. Имела место и месть оккупантам за своих родственников. Непоследнюю роль в развитии движения сопротивления играло также желание защитить своих родных от зверств оккупантов. Побудительные мотивы были разными, но партизанская война вскоре превратилась в реальный факт, который стал реально беспокоить германская команда. Важную роль в развертывании советского партизанского движения и подпольного движения также сыграла директива Совнаркома и ЦК ВКПП от 29 июня 1941 года советским и партийным организациям при фронтовых властей, а также постановление ЦК ВКПП от 18 июля 1941 года о развертывании борьбы в тылу врага. Однако оба этих документа были секретными. Их содержание знал лишь узкий круг партийных и советских работников, находившихся главным образом в Советском ТВ. Основная масса населения на оккупированных территориях не догадывалась об этом. Ведь мы знаем, что все средства коммуникации изымались и жестко контролировались оккупантами. За то, что человек имел радиоприемник, могла последовать смертная казнь. Поэтому не все советские граждане, отнюдь не все, знали о существовании этих приказов. И когда они уходили в партизаны, они руководствовались в первую очередь своими личными мотивами, осознание своей личной роли, своего личного вклада в борьбу против оккупантов. 3 июля 1941 года из речи Сталина, прозвучавшей по радио, стали известны призывы партии и правительства к развертыванию втулу врага партизанской диверсионной борьбы. Однако ни в секретных директивах, ни в речи Сталина не затрагивались вопросы практической организации партизанского движения, обеспечения борьбы в тылу врага оружием, средствами связи, взаимодействия партизанского и подпольного движения с фронтовым командованием Красной Армии. Реальную поддержку партизанам в то время могли оказать только органы НКВД, которые забрасывали в тыл врага свои специальные подразделения, которые занимались диверсионной борьбой против сил противников. Также НКВД забрасывало в советский тыл организаторов партизанского движения, которое было стихийно сформировано местными жителями. Это пример наиболее яркий Дмитрий Николаевич Медведев. Однако большинство партизан действовало на начальном этапе войны самостоятельно. В дальнейшем численность партизанских формирований росла прежде всего благодаря поддержке местного населения. В июле 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования, Генеральный штаб и Главное политическое управление РКК обязали военные советы и политические управления фронтов оказывать всемерную поддержку республиканским и областным комитетам партий создание вооружений и обучение партизанских групп и отрядов и переброски их в тыл врага. Таким образом, в начале Великой Отечественной войны развертывание партизанских и диверсионных отрядов происходило одновременно из нескольких центров. Это Ставка, Генеральный штаб, Главное политуправление Красной Армии, ну и, конечно же, Наркомат внутренних дел. Но нередко эта параллельная работа приводила к сбоям. Но об этом вы подробнее можете почитать в книге Александра Дюкова «Кто командовал советскими партизанами». Для того, чтобы сосредоточить всю борьбу в тулу противника в одних руках, придать ей организованный характер и координировать ее с действиями по фронту, был создан Центральный штаб партизанского движения. Он возник 30 мая 1942 года, когда Сталин дал указание создать приставки Верховного Главнокомандования ЦШПД, Центральный штаб партизанского движения. Его возглавил видный государственный и политический деятель Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Заместителями у него были утверждены представители Генерального штаба и НКВД. Был также учрежден, но, правда, просуществовал всего недолго, с 6 сентября по 19 ноября 1942 года, пост главнокомандующего партизанского движения. Его занимал маршал Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова. В должности главкома Ворошилова усовершенствовал управление партизанскими силами. Внедренная им система управления оказалась очень эффективной и с небольшими изменениями просуществовала фактически до конца войны. Также стараниями Ворошилова Центральный штаб был превращен в мощный орган управления партизанскими силами с разветвленной структурой. Маршал привлек к работе в ЦШПД опытных специалистов и смог решить важные вопросы партизанского движения, особенно в части снабжения, подготовки кадров, управления партизанскими структурами и авиационных перевозок. Последними, кстати, занималась авиация дальнего действия. И один из самых ярких примеров ее героической борьбы авиация дальнего действия это гражданский воздушный флот. И вот одним из самых ярких примеров их героической борьбы стал подвиг Александра Петровича Мамкина, о котором вы также можете подробнее узнать на страницах интернета. Но вернемся к деятельности Климента Ефремовича Ворошилова. Им было внесено предложение о создании в тылу немецких войск регулярной партизанской армии. Организация, подготовка и ведение партизанских действий по замыслу маршала должно были стать частью военных действий РКК в оперативном и стратегическом масштабе. Таким образом, получалось, что гитлеровские войска находились в клещах. С фронта проводили свои действия подразделения Красной Армии с тыла. Эти действия координировались с партизанами. Однако, как я уже сказал, 19 ноября 1942 года пост главнокомандующего партизанским движением был упразднен, а центральный штаб был подчинен непосредственно ставке Верховного Главнокомандования и главной фигурой во всем партизанском движении стал Пантелеймон Кондратьевич Канамаренко. По мнению советского специалиста по диверсиям Ильи Григорьевича Старина, упразднение поста главнокомандующего партизанским движением негативно сказалось на его развитии. Но, тем не менее, были сделаны решающие шаги для обеспечения взаимодействия фронтовых и зафронтовых советских операций против войск оккупантов. Центральный штаб партизанского движения, подчиняясь ставке, осуществлял общее руководство партизанским движением и работал в тесном контакте с генеральным штабом, военными советами фронтов и армий, руководителями партийных органов республики области. Он выполнял обширный круг задач по организации, планированию и руководству боевыми действиями партизан, налаживанию связей с подпольем, с партизанским формированием, их материальному обеспечению с большой земли, подготовке кадров, специалистов, организации разведки. В Москве даже была организована целая школа подрывного дела, куда вывозились специалисты, подрывники из различных партизанских отрядов. Это один из примеров работы ЦШПД. В действующих фронтах с аналогичными функциями были созданы республиканские и областные партизанские штабы, которые в оперативном подчинении, в оперативном отношении подчинялись центральному штабу партизанского движения. А в армиях оперативные группы этих штабов. Их начальники были включены в состав военных советов фронтов и армии. В конце 1941 года на оккупированной территории удалось закрепиться 3,5 тысячам партизанским отрядам и группам, в которых насчитывалось около 90 тысяч человек. Большую роль в организации становления партизанских формирований сыграли советские военнослужащие, те так называемые окруженцы, оказавшиеся при отступлении в окружении, но избежавшие плена. Или же бежавшие из плена. Среди партизан Ленинградской области численность вчерашних советских военнослужащих составляла в 1941 году 18%, в Орловской области 10%, в Литовской 22%, в Белоруссии 10%. Они привносили в партизанские отряды дисциплину, знание оружия, боевой техники, тактические навыки, оперативное видение своих задач. Опираясь на их боевой опыт, партизаны увереннее решали поставленные задачи. Во время Московской битвы партизаны фактически дезорганизовали снабжение немецкой группы армий центра, разрушая в ее ТУ участки железных дорог, мосты, устраивая завалы на железнодорожных путях. В январе-феврале 1942 года партизаны Смоленской области освободили в ТУ группу армий центра 40 сел, 40 сел и деревень, где десантировались советские войска. Они отбили у противника Дорогобуш и объединились с соединениями Красной Армии и вместе совершили рейд по ТУ-лам немецких вуз. В ходе этого рейда было освобождено около 10 тысяч квадратных километров. Немецкое командование было вынуждено бросить против них с фронта семь дивизий. В московской битве партизаны взаимодействовали со спецотрядами НКВД, которые активно действовали в тугу противника, громя его гарнизон, уничтожая технику и личный состав соединения. Деятельность штабов партизанского движения и вызванной разгромом гитлеровцев под Москву и патриотический подъем среди населения оккупированных районов показали большое влияние на рост сопротивления в тылу врага и повышение эффективности партизанских действий. Победа Красной Армии под Москвой имела такое же вдохновляющее ободряющее значение и для европейского сопротивления также. Большие потери партизан в ходе вооруженной борьбы зимой 1941-1942 года были быстро восстановлены, а с мая 1942 года начался рост численности партизанских отрядов и группы. Если в мае 1942 года в тылу врага действовало 500 партизанских отрядов, включавших в себя 72 тысячи человек, то к середине ноября 1942 года уже 11 770 отрядов, в которых сражалось 125 тысяч партизан. К началу 1944 года их численность увеличилась двое и составила 250 тысяч человек. Речь в данном случае идет только о тех партизанах, с которыми поддерживал связь Центральный штаб партизанского движения. Численность партизан особенно быстро стала расти в 1944 году, когда шла борьба за полное освобождение страны от захватчиков. Всего же за годы войны в ТОУ противника действовало свыше 6 тысяч партизанских отрядов, в которых насчитывалось более одного миллиона человек. Деятельность партизан была многогранной. Они нарушали коммуникации противника, совершали глубокие рейды в его тыс, обеспечивали советское командование ценными разведывателями данными и так далее. Наиболее крупной в 1943 году была проведенная партизанами операция «Рельсовая война», которая явилась составной частью битвы под Курск. В ходе этой операции было взорвано 215 тысяч рельсов, что составило 1342 километра одноколейного железнодорожного пути. Только в Беларуси было пущено под откос 836 эшелонов и 3 бронепоезда. Некоторые железнодорожные магистрали были выведены из строя, что создало немало проблем немецким войскам. Свидетельством силы и размаха народной борьбы были партизанские края, большие территории, отвоеванные у аквапантов и удерживанные партизанами в Ленинградской, Калининской, ныне Тверской, Смоленской и Курской областях, в Белоруссии, на севере Украины, Крыму и в других местах. Летом 1943 года партизаны стали полными хозяевами на одной шестой свыше двухсот тысяч километров все оккупированные территории. Здесь трудились и боролись во имя победы над врагом около четырех миллионов человек. Эти края ограничивали полосы, отход врага, затрудняли маневр противника и перегруппировку его войск, затрудняли подвоз резервов в клинии фронта, а также снабжения и работу командных пунктов противника. Партизаны немало сделали, чтобы воспрепятствовать массовому угону советских людей на принудительные работы в Германии. В конце 1943-го, начале 1944-го годов до 40 процентов насильственно вывозимых захватчиками граждан освобождались партизанами и наступавшей Красной Армией. Большой размах во вражеском Тулу получил и подпольное движение. Его участники распространяли среди населения газеты, листовки, где они, как я уже говорил, рассказывали о правдивом положении на линии фронта. Они обеспечивали партизанам разведданными, снабжали их медикаментами, уничтожали наиболее жестоких представителей немецкой администрации и предателей, а также занимались организацией диверсии на захваченных немцами промышленных предприятий. Массовый саботаж населением мероприятий оккупационных властей, действия вооруженных партизанских формирований и подпольных организаций все это превратило оккупированную территорию в арену ожесточенной борьбы с захватчиками. Партизанское подбольное движение имело крупное военное, экономическое и политическое значение. Партизанское движение принималось в расчет при подготовке советским командованием стратегических операций. Особенно тесным было взаимодействие партизан и Красной Армии во время освобождения Беларуси. Партизанским соединением в этом случае ставились конкретные боевые задачи. Увы, но сегодня нередко можно услышать миф о том, что если бы не партизаны, то не было бы и карательных операций, против них не были бы уничтожены многие деревни, о которых я уже сказал ранее. То есть те, кто говорят такие вещи, хотят сказать, что советское мирное население под гитлеровской оккупацией могло бы выжить. О том, что это ложь, причем ложь намеренная, говорят документы нацистского военно-политического планирования против СССР, в которых эта война была названа войной за жизненное пространство, то есть за землю и другие недры нашей страны. Немногим выжимшам, которые должны были остаться на положении малограмотных рабов для немецких колонистов. Об этом вам подробнее расскажут на других лекциях, но можно также найти важные материалы в сборнике документов «Политико-стратегическое содержание планов Третьего Рейха в отношении СССР», который подготовил коллектив авторов под редакцией профессора Золотарева, а также можете посмотреть сборник «Преступные цели, преступные средства». Несмотря на то, что он вышел в 1985 году, эти документы не утратили свои актуальность. Я же, касаясь темы антипартизанской борьбы, хотел привести всего одну запись из служебного дневника рейслятера Мартина Борга, фактически руководителя гитлеровского правительства. Итак, 17 июля 1941 года по результатам совещания вставки Гитлера Борман записал следующие слова фюрера. Цитирую. «Все заключается в том, чтобы поделить огромный пирог справедливо, чтобы мы его могли, во-первых, удержать, во-вторых, им управлять и, в-третьих, эксплуатировать». «Русские отдали приказ начать нашему партизанскую войну, но эта война имеет свою положительную сторону. Она дает нам возможность искоренить все, что против нас». Рейслятер Розенберг поднял вопрос об охране управления. Фюрер говорит, что он всегда настаивал на передаче полицейским полкам броневиков, так как полицейский полк при поддержке соответствующего числа броневиков, разумеется, может добиться большого ступень. В остальном, подчеркнул фюрер, охрана, конечно, очень слаба. На огромном пространстве усмирение должно проводиться как можно быстрее. Этого лучше всего достигнуть путем расстрела каждого, кто косо смотрит». Это я продолжаю цитирование документов. Фельдмаршал Кейтель подчеркнул, что жителей нужно заставить нести ответственность за их дела, так как невозможно выставить охрану у каждого сарая. И каждого вокзала. «Население должно знать, что будет расстрелян всякий, кто не работает, и что любой будет привлечен к ответственности за малейшие простудки». Конец цитаты. Таким образом, высшее военное руководство Третьего рейха также вполне заслуженно понесло наказание на Нюрнбергском трибунале. И вермахт являлся таким же орудием гитлеровского геноцида, как и СС. Нацистское военно-политическое руководство, как я уже говорил, заранее разработало план военного, барбаросса, экономического, Альденбурга, уничтожения Советского Союза. Был план также и демографический. пост. Еще до нападения на СССР были разработаны и преступные приказы вермахта. Их я также называл. Это приказы об особой подсудности в зоне операции Барбароссы и приказ о комиссарах. Некоторые командиры сочли, что этих приказов мало, и выпустили свои собственные приказы, где развязывали руки своим подчиненным на уничтожение советского населения, и особенно политработчиков. Это, например, известный приказ Рейхенау. Или же другим примером может служить распоряжение Гитлера о Ленинграде и его жителях, которые должны умереть от голода и бомбежек. В случае, если жители будут пытаться вырваться из осажденного города, их следовало отгонять назад предупредительными выстрелами и расстрелами из пулемета. Вот. Та правда вот те документы, которые сегодня извращают некоторые режиссеры кинофильмов о том, что Ленинград мог бы якобы выжить, если бы сдался против. Общий же смысл всех этих распоряжений заключается в праве, в неограниченном, праве использовать оружие без каких-либо моральных или юридических ограничений. И военный плен был также одним из инструментов геноцида. Там соответствующие приказы о вольном использовании оружия, о том, что не надо открывать предупредительных выстрелов в случае побега в советских военнопленных, издавал начальник соответствующего отдела верховного командования вермахта Герман Рейнекер. Вся оккупационная политика, если ее суммировать, сводилась к триединой цели разграблению, эксплуатации советского народного хозяйства и уничтожению миллионов людей за формальной правильности, за прямое неподчинение, а также военно-пленно. мы можем легко сравнить рацион, калорийность рациона немецких военнопленных в советском целом, который почти был, составлял минимальную норму, необходимую для проживания, и калорийность рациона советских военнопленных в немецком целом, который в разы был меньше нормы, необходимой для поддержания жизнедеятельности. Политика уничтожения Советского Союза, его разграбления и уничтожения его населения осуществлялись формированиями СС полиции, вермахта, экономическими командами Геринга и многими другими органами захватчиков, в том числе особым штабом Рейхслейтер Розенберг, который занимался грабежом культурных ценностей. Цель уничтожить и разграбить как можно больше захватчиками в этой войне была выпущена. Разбойничья война, развязанная против Советского Союза, обошлась ему в очень большую цену. Чрезвычайно государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их пособников оценила только прямой ущерб, то есть непосредственно уничтоженная гитлеровцами, их пособниками, их союзниками в 679 миллиардов рублей в ценах 41-го года или в 128 миллиардов долларов США также, соответственно, в ценах 41-го года. Но в итоге Советский Союз снизил размер своих репараций более чем в 10 раз. И в общем-то Советский Союз пошел на это сознательно. Так, будущий заместитель наркома иностранных дел Иван Майский в телеграмме наркома иностранных дел Молотова еще в 43-м году написал, что ущерб, который причинила Германия, настолько велик, что Советский Союз никогда не сможет его взять. Поэтому надо остановиться на какой-то цифре более или менее приближенной к репарационным возможностям Германии. А именно 10 миллиардов долларов США. Советская страна потеряла треть своего национального богатства, но даже эти 10 миллиардов долларов США она не получила с Германии, потому что началась холодная война, и Советскому Союзу пришлось удовлетворять свои репарационные требования только с восточной, наиболее пострадавшей во время войны территории Германии. Естественно, что вывести из нее эти 10 миллиардов долларов означало превратить ее в пустыню, что отнюдь не соответствовало интересам Советского Союза. Для сравнения, потери Франции выражались в сумме 30 миллиардов долларов. Голландии 10 миллиардов долларов. Треции 3 миллиарда долларов. Единственной страной, которая полностью погасила свои репарационные требования, предъявленные Советским Союзом, была Финляндия, которая выплатила 226 с половиной миллионов долларов. В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз потерял более 25 с половиной миллионов человек. При этом было преднамеренно истреблено гражданского населения более 7420 человек. Погибло на принудительных работах в Германии более 2 миллионов 164 тысяч человек. Погибло от жестоких условий оккупационного режима, голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи 4 миллиона 100 тысяч человек. Таким образом, потери гражданского населения Советского Союза составляют 13 тысяч, более 13 тысяч 684 человек. То есть более половины из 25 с половиной миллионов человек, которые потерял Советский Союз во время Великой Отечественной войны, это потери гражданского населения. Существует также статистика потерь по каждой республике с учетом детей. Но эти страшные цифры могли бы быть куда как больше, если бы Советский Союз проиграл страшную войну. И большой вклад в победу над захватчиками внесли партизаны, подпольщики и диверсанты. Некоторые из них после освобождения советской территории продолжили войну против Гитлера. Партизаны, несмотря на жестокие карательные операции, сорвали планы нацистского руководства использовать материальные и природные ресурсы оккупированной советской земли для обеспечения Германии и ее вооруженных сил. Партизаны нанесли большой урон противнику. Ими было спущено под откос 20 тысяч воинских эшелонов, подорвано 120 бронепоездов, выведено из строя 17 тысяч паровозов и 171 тысяча вагонов, взорвано 12 тысяч мостов на железных и шоссейных дорогах, уничтожены и захвачены 65 тысяч автомашин. Вместе с советскими партизанами и подпольщиками на временно оккупированной территории СССР сражались тысячи других иностранных граждан. Словакия, полякия, венгия, болгария, испанца, югославия и другие. В то же время в европейском сопротивлении участвовало до 40 тысяч советских граждан, оказавшихся за пределами Родины. Это в первую очередь военнопленные. Некоторую часть в европейском сопротивлении составляли также и представители российской эмиграции. Как бы то ни было, но временно оккупированная советская территория не стала для захватчиков обеспечена спокойным тылом. Их расчеты заставить граждан СССР безропотно работать на Германии не оправдались. Это была в первую очередь заслуга партизан и подпольщиков, которую высоко оценило государство. Более 300 тысяч партизан были наждены орденами и медалями. 249 партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского движения Кавпак и Федоров были удостойны этого высокого звания дважды. О значении партизанского движения в победе над немецко-фашистскими оккупантами свидетельствуют слова маршала Советского Союза Василевского. По опыту своей работы говорил он, я могу с полным основанием утверждать, что партизанское движение в тылу врага играло роль важного фактора в общих стратегических планах и расчетах Верховного главнокомандора. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Дмитрий Викторович, за такую интересную и очень наполненную хорошим, интересным фактическим материалом рекцию наш вебинар. Уважаемые участники зимней школы, прошу вас, у вас есть возможность задать вопросы по той теме, которую мы сейчас услышали с вами. Добрый вечер, Дмитрий Викторович, меня зовут Станислав Младенов, студент первого курса магистратуры Казанского федерального университета. У меня два вопроса. Первый, почему Гитлер не вслушался в последние слова Бисмарка, не нападать на Россию, и второе, я верю, что как историк вы сможете даже ответить на этот вопрос, почему такие славянские народы, как хорваты, и точнее усташи, приняли все-таки принять позицию, фашистскую позицию, за то, что в моей борьбе Гитлер писал, что славяне это унтерменьш. Ну, я здесь Болгарию не приведу, в пример, потому что тогда и Болгария начала раскручивать свою позицию историческую, то, что Болгары это не славяне, а это тюрки, которые являются позицией чешского историка Константина Ирича. Большое спасибо, Станислав, за вопросы. Касательно первого, Гитлер многое чего не послушал и не только Бисмарк, он также не послушал мультки, которые предупреждал от войны на два фронта и оставил, как мы знаем, Великобританию в своем тылу, откуда затем был открыт второй фронт в Европе. Здесь скорее его личные амбиции, его вера в собственную удачу, в собственную хвату, ведь мы же знаем, сколько покушений на Гитлера сорвались. Что же касается до усташей, дело здесь в том, что по итогам Версальского мирного договора появилось очень много новых национальных государств. И это были в первую очередь многонациональные государства. И в них разгорелась ожесточенная борьба и внутри этих государств, и между этими государствами. Но мы знаем, что одна только Польша, вторая Речь Посполитая развязала четыре войны против всех своих соседей, пытаясь в общей сумятице захватить побольше территории. Вот эти национальные противоречия хорошо учитывались гитлеровским руководством, и оно при планировании агрессии против каждой страны исходило также и из межнациональных противоречий. Целый ряд стран до вторжения в них вермахта отправлялись в специальные миссии. Ну, например, миссии Эдмунда Венземайера, которые отправлялись в Чехословакию накануне раздела этой страны в Югославию. Суть этих миссий была двоякой. С одной стороны, Венземайер находился на работе в Рейсминистерстве на странных дел, он проводил какие-то официальные встречи, но самым главным было его встречи, были его контакты с представителями националистических организаций, как это было в случае с Чехословакией, со словаками, как это было в случае с Югославией, с хорватами. И эти националистические организации поощрялись и подпольно снабжались гитлеровским оружием для того, чтобы начать борьбу, начать свой террор против мирного населения, против законных властей накануне вступления туда гитлеровских войск. Впрочем, справедливости на Раде надо сказать, что этим занималась не только Германия, не только Третий Рейх. Второе управление Польского генерального штаба также отправляло свои диверсионные террористические группы на территорию Чехословакии накануне Мюнхенского кризиса, Мюнхенского сговора. Так что здесь Гитлер опирался на национальную проблему в этих недавно сформированных государствах. Следующий вопрос. Спасибо. Уважаемые участники, следующий вопрос. Здравствуйте. Я студент из Магимо, из Индии. Спасибо большое за прекрасную лекцию. У меня был вопрос. Получили югославянскими партизаны какие-то поддержки из Москвы и Советского Союза тогда? Да, конечно. Советский Союз верный своей стратегии бить врага на его земле и малой крови пытался поддерживать в частности югославское движение сопротивления и, конечно же, Национально Освободительную Армию Югославии, Народно Освободительную Армию Югославии под командованием Восифа Броскита. Уже в 1941 году, если мне не изменяет память, в октябре, в Югославию было переброшено несколько сот военных специалистов, инструкторов, которые до этого участвовали в гражданской войне в Испании, разумеется, на стороне республики, и они влились в состав китовской Народно Освободительной Армии Югославии. До 1943 года, конечно же, Советскому Союзу было не до того, чтобы помогать активно европейскому движению сопротивления. Здесь на первую сцену вышло Британское управление специальных операций, но с 1943 года, где-то уже с осенью 1943 года Советский Союз наладил регулярную связь, со штабом ТИТО там имелась специальная авиагруппа Дмитрука, генерал Дмитрук, который фактически эвакуировал ТИТО, когда германское командование устроило операцию «Ход конем», то есть развернуло охоту на ТИТО и широкомасштабную карательную операцию. так что в немалой степени развития югославского партизанского движения это заслуга и Советского Союза тоже. Спасибо. Еще один вопрос. Добрый вечер. Сысоева Анастасия, Мгемомед России, четвертый курс. Во-первых, благодарю вас за лекцию, очень интересный. Во-вторых, мой вопрос. Чрезвычайные суды, которые вы упоминали, были созданы оккупантами по типу тройк НКВД или это все-таки, я не знаю, какая-то распространенная практика просто была в мире? Или все-таки по типу вот именно сталиновских троек? Спасибо. Анастасия, я бы здесь не стал проводить вот такое сравнение. Здесь, если можно сравнивать, то какие-то внешние вещи. Ну, например, то, что этих людей было ТРВ, которые выносили решения. В действительности сталинские тройки, по-моему, все-таки опирались на материалы хоть какого. Затем была признана преступность в ряда этих приговоров и была проведена реабилитация. Здесь же никакого следствия, никакой апелляции вообще не было возможно, они не предусматривали. Сразу же вердикт сразу же из приведения в его восполнение. Это то же самое, как некоторые пытаются сравнивать советские лагеря ИТЛ и гитлеровские концлагеря. Это, опять же, сравнение основано чисто на формальных критериях и не выдерживает критики, потому что я уже говорил, что, например, в лагерях для военнопленных советские военнопленные получали рацион с калорийностью в два-три раза ниже, чем минимум необходимые для проживания. Это были лагеря для уничтожения людей. В советских же лагерях ставилась система, ставилась цель, во-первых, физической эксплуатации этих людей, то есть какой-то минимум им должен был быть обеспечен, а во-вторых, перевоспитание, чтобы затем выйдя из лагеря они стали законопослушными советскими гражданами. Поэтому это сравнение, еще раз повторюсь, имеет лишь только какие-то внешние критерии весьма небольшие и не является корректным. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Давайте поблагодарим нашего уважаемого лектора за сегодняшнее занятие. Дмитрий Викторович, большое спасибо.